В эфире «Еда. Живая и мёртвая» – научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Каждую неделю мы вместе с экспертами отвечаем на один из множества вопросов, поступивших на наш сайт www.eada.show. И теперь ещё и дарим автору самого интересного на наш взгляд вопроса только что вышедшую книгу «Еда. Живая и мёртвая. 5 принципов здорового питания». И вот кому она вместе с ответом на вопрос достаётся на этой неделе. Екатерина из Москвы пишет. В последнее время в продаже появилось много чёрных продуктов. Бургеры, хлеб, мороженое. Что это такое? И полезно ли? Отвечаем. Чёрной еду, как правило, делает активированный уголь. Его основное применение, как известно, это лечение отравлений. Благодаря пористой структуре он впитывает и выносит из кишечника попавшие туда токсины. В последнее время уголь стали активно добавлять в еду. Бургеры, печенье, смузи, мороженое и даже сыр. Изобретение – это не новое. В Англии угольное печенье продавали ещё в начале 19 века, как средство от метеоризма и проблем с желудком. И сейчас реклама уверяет, что чёрная еда очищает организм, избавляет от газов, неприятного запаха изо рта и помогает похудеть. Но так ли это? Активированный уголь не усваивается. То есть при добавлении в продукт он может увеличить массу и объём продукта, и в то же время сам не усвоится. Ещё и затруднит усвоение того продукта, с которым мы его потребили. И вот таким образом производитель играет на том, что якобы вы можете есть и в то же время худеть, потому что то, что вместе с углём, может полностью не усвоиться. Проблема здесь в том, что кроме лишних калорий и вредных веществ, уголь выводит из организма и витамины, незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы, и еда становится бесполезной. Так что наше мнение – лучше уж съесть меньше, но без угля. Он не опасен. Но если уж вы хотите добавку для похудения, то выберите лучше отруби. Они тоже не усваиваются, но служат ещё и пищей для микрофлоры и действительно могут благоприятно влиять на пищеварение. Что касается избавления от газов и неприятного запаха изо рта, тут активированный уголь тоже вряд ли поможет. Исследований на этот счёт мало, а те, что есть, слишком противоречивы. В общем, громкие заявления производителей о неслыханной пользе чёрных продуктов не более чем маркетинговый ход. По сути, активированный уголь – это просто недорогой краситель. Кстати, используются и другие пищевые краски чёрного цвета. Вообще без намёка на пользу. Впрочем, надо признать, продукты благодаря этому получаются весьма эффектными на вид. И если иногда такого хочется, почему бы и нет?